Привет! Это разбор книги под номером 120 «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Я выписал шесть выводов, и мне придется сделать маленькую оговорку. Эта книга одновременно охренительная, но, с другой стороны, совершенно не прикладная. Почему охренительная? Потому что это уникальнейший опыт автора, который прошел, казалось бы, в прямом смысле огонь и воду, и медные трубы. Если коротко, автор, конечно же, имя которого я не запомнил, он являлся одним из создателей, точнее, он был в первой команде, которые создали первый браузер. То есть до Microsoft Explorer, вот то, что было прям совсем-совсем в бородатые годы. Он тогда, пожалуй, это вторая или третья компания, во время кризиса доткомов, это когда, по-моему, начало, конец 90-х, начало 2000-х, когда просто в Силиконовую долину закидывали деньги инвесторы за счет того, что каждый стартап, казалось бы, будет суперуспешным. А потом в один момент вся эта лавочка закрылась. И когда эта лавочка начала очень быстро схлопываться, он автор, и его компания успела выйти на IPO и собрать деньги. Тогда, когда все инвесторы просто говорили, вы что, сумасшедшая? Потом он успел продать компанию Hewlett Packard, потом основал еще одну, еще довел ее до акционерного состояния. В общем, история уникальна. Когда ты понимаешь, что это не какой-то бизнес-тренер, не какой-то специалист из консалтинга, то ты, естественно, воспринимаешь эти слова иначе. Поэтому крутость зашкаливает. Но хреновая она, наверное, по моим внутренним меркам, потому что я по сравнению с этим человеком просто пиздюк. Вот прям пиздюк. И мне воспринимать те советы, которые он давал, а их было очень много, они прикладные, они, ну, такие ключевые, сложно. Ну, просто потому что мы находимся на других состояниях. Но вина во мне, потому что у меня название подкупило. Я сейчас занимаюсь проектом создания портала, связанный с книгами, и, ну, как бы ключевое слово «легко не будет». Окей. И название «Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Но я не знал, куда, в какие дебри меня заведет этот автор. Теперь подходим к выводам. Итак, вывод номер один. Речь через искренность в тяжелые времена. Вспомни мой разбор книги про «Плохая кровь», про Сео Элизабет, как она вела встречи со своими ключевыми сотрудниками, и как он. Цитирую. «Уолл-стрит не верит в то, что Opsware – перспективный продукт. Но я в это верю. Могу понять тех из вас, кто согласен с «Уолл-стрит». Тем не менее, мы создаем совершенно новую компанию и пытаемся разработать нечто абсолютно уникальное. Каждый из вас получит безвозмездный пакет акций новой компании уже сегодня. Единственное, о чем я прошу, если вы хотите уйти, сделайте это сегодня. Я не собираюсь никого выгонить за дверь немедленно, и всем, уволившимся, помогу найти работу. Но мы должны знать, как и на кого мы можем рассчитывать. Кто останется с нами? Мы не можем позволить себе медленно истекать кровью, теряя сотрудников одного за другим. Ваш долг по отношению к коллегам. Честно заявить о своих намерениях. Сообщите об этом как можно скорее. В общем, на этом он закончил свою речь, ну, точнее, кавычка закрывается. И в тот же день два человека уволилось, но остальные 78 остались. И вот эти 78 человек работали до продажи фирмы-компании Hewlett Packard пятью годами позже. То есть, если Элизабет в книге «Дурная кровь» рассказывала, что они суперкрутой стартап, который изменит мир, который изменит все, то здесь четко сказали, «Ребят, вот кто не верит, мы вам поможем». То есть, мы не будем вас там в шею гнать и говорить, какие вы предатели. Вы найдете хорошую работу. Но сейчас должны остаться только те, кто в нее верит. Поэтому искренность, искренность, даже в обычных словах. То есть, здесь, ну, любой может это применить. И неважно, сколько у тебя людей в команде. Пять, один, восемнадцать, сорок два или пятьсот. Пункт второй. После этой встречи первой моей задачей было поднять курс акций компании. Совет директоров NASDAQ прислал мне письмо с сообщением, что если курс наших акций не поднимется выше отметки в один доллар за акцию в ближайшее время, они исключат нас из листинга и переведут наши ценные бумаги в разряд бросовых. На совете директоров обсуждались разные варианты решения этой проблемы. Консолидация акций, их обратный выкуп и что-то еще. Но я чувствовал, что мы просто должны донести нашу историю до инвесторов. Вот сейчас мы продолжим. Донести нашу историю до инвесторов. Она проста. У нас отличная команда. 60 миллионов долларов в банке. 20 миллионов контракт с ЕДС и серьезная интеллектуальная собственность. Даже если считать меня худшим SEO всех времен, компания не могла стоить меньше 30 миллионов долларов. И эта история произвела впечатление на акционеров. Курс акций медленно перевалил за один доллар. То есть это история о том, когда было ограничено количество времени, нужно делать что-то вот здесь и сейчас. И здесь, заметь, инструмент, он без бюджета. Ну, то есть, знаешь, можно очень здорово читать с улыбкой на лице истории, как Coca-Cola, там, не знаю, с миллиардными бюджетами на рекламу, какие она креативы придумывает. Это все ок. Но когда ты понимаешь, что, по сути, одно маленькое письмо, которое создатель компании разослал всем инвесторам, он их убедил в том, что мы стоим дороже. А раз он убедил в этом, то инвестор начал скупать больше, и цена акций выросла. Так что вот, опять же, наверное, искренность и умение находить правильные и нужные слова. Вот я сейчас даже по себе знаю, у меня тут была история, мне нужно было убедить одного человека. То есть это была возможность договориться серьезным по меркам, да по всем меркам, с человеком на коллаборацию. И я поспешил, что-то поторопился, написал сообщение в Инстаграме, даже не проверил, просто отправил бухты барахты. А потом наутро думал, что, ну, надо было как-то более деликатно подбирать слова, выбирать нужные вот эти слова-обороты. И я сегодня прочитал ответ, что, типа, его это не интересует. То есть, видишь, я поторопился, поторопился, и у меня уже нет второй попытки. Может быть, я ее сделаю, я, типа, настойчивый, но я это сделаю позже. Посмотрим дальше. Теперь пункт третий, речь про конкурентов. У меня плохие новости. Блэд Логик размазывает нас по стенке, и причина в качестве нашего продукта. Если так пойдет и дальше, мне придется продать компанию за бесценок. Нам не выжить, если мы не усмеем создать уникальный продукт. Поэтому сейчас необходимо, чтобы каждый из вас выложился по полной. Я хочу, чтобы вы сегодня вечером отправились домой и поговорили с женами, родителями и людьми, мнение которых для вас важно. Скажите им, что вы нужны мне целиком и полностью в течение следующих шести месяцев. Вы будете приходить на работу рано и оставаться допоздна. Я буду кормить вас ужинами и все это время быть вместе с вами. Мы не имеем права на ошибку. В столе осталась всего одна пуля. Ими должны попасть цель. И вот после этой истории автор привел письмо одного из своих сотрудников. То есть он очень переживал, что он таким образом подставляет этих людей. Ну, блин, у них же личная жизнь. И хочется с семьей время проводить. И в этом письме сотрудник написал, что это были просто офигительные шесть месяцев. Настолько была собрана и объединена команда, которая стремилась к одной единственной цели, что это было круто. И заметьте, что в этой речи он сказал прямо без увиливания, что сейчас нас конкуренты размазывают. И что нам нужно собраться. А Элизабет в книге «Дурная кровь» говорила, что мы самые лучшие. И ну, все, перед нами мир открыт. Здесь другая ситуация. Пункт номер четыре. Очень полезно иногда спрашивать себя, чего я не делаю. Вот такой короткий вывод. И этот вопрос ты можешь себе задать. Посмотреть в целом на свои показатели, а потом подумать не то, что я уже делаю, а что я не делаю. И вот такая постановка вопросов откроет для тебя интересные события. Пункт номер пять. Оставайтесь в игре как можно дольше, и рано или поздно вам повезет. В высокотехнологичных отраслях завтра выглядит совершенно иначе, чем сегодня. Если вы протянете достаточно, чтобы увидеть завтра, не исключено, что в нем найдется решение проблемы, кажущейся неразрешимой сегодня. Не принимайте все на свой счет. Если вы попали в затруднительное положение, то это, скорее всего, ваша вина. Вы нанимаете людей, вы принимаете решения, но вы ведь знали, что это непростая работа, когда брали за нее. Ошибки бывают у всех. Любой SEO совершает тысячу ошибок. Самокопание, выставление от самого себя двоек за работу ничему не помогут. В этом выводе на самом деле два вывода. Первый из них это про то, что если тебе кажется, что вот еще чуть-чуть, и мы обанкротимся в реалиях коронавируса, когда всем херово, это особо важный вывод. Если ты встречал какое-нибудь интервью Илона Маска на просторах интернета, вот я, например, не раз слышал историю, что однажды он находился на стадии банкротства своей компании Tesla две недели, по-моему. На две недели хватало денег компании, потом она была бы банкротом. То есть, казалось бы, можно было уже все сдаться. Две недели, что может поменяться? Но в любом бизнесе каждый новый день это возможность, прежде всего. Все может поменяться. Так что вот до последнего надо делать. А второе вот из этого подвывода в том, что, ну, наверное, да, не стоит быть как-то к себе слишком требовательным. И просто помнишь, что допускать одни и те же ошибки, вот это скорее правило дурного тона. А если что-то ты делаешь неверно, значит, вот такое у тебя дорогое обучение. Это лучше, чем ходить на бизнес-тренинги. Пункт номер шесть. Когда я был менеджером продуктовой линии в Netscape, меня угнетало то, что подавляющее большинство коллег, отследственных за продукт, практически не представляли дополнительной ценности для компании. Основываясь на идеях грубо, Энди Гроф, это создатель Intel, я написал короткую методику под названием «хороший-плохой менеджер». Ну, хороший слэш-плохой менеджер. И использовал ее для обучения своей команды. То, что произошло дальше, произвело на меня глубокое впечатление. Работа моей команды стала гораздо продуктивнее. Вскоре я уже руководил самой эффективной командой менеджеров компании. Основываясь на этом опыте, уже в LoudCloud я инвестировал в обучение значительные средства и время. Короче, речь про методичку. Я сейчас, ну, вот этот обзор, я эту книгу прочитал уже давно, то есть неделю-полторы назад. Сейчас я читаю книгу, в которой, опять же, делается приоритет на то, что правильная методичка, то есть правильная заскриптовка всех действий твоих сотрудников, они позволяют вам бизнесу масштабироваться в нужном тебе направлении. То есть если ты говоришь в условиях хаоса, ну, давай, продавай, продавай вот, вот, ну, и какие-то абстрактные цели. Нам нужно в месяц вот на такой объем выйти. Это очень неправильная позиция. А если ты заскриптуешь и подготовишь целый сценарный лист, что нужно делать каждому сотруднику, да, это, конечно, покажется, на первый взгляд, как-то тягомотно и не особо, наверное, захватывающе, но в то же время это позволит тебе вот в дальнейших, во-первых, спрашивать своих сотрудников по этим пунктам, потому что они же с ними ознакомились, а во-вторых, добиваться результатов, потому что когда ты даешь конкретные задачи, то можно получить хорошие, правильные результаты, нежели чем какая-то абстрактная вещь, ну, типа, сделай план. И обычно этот план делают в последние несколько недель или даже в последние несколько дней. Вот. И это были шесть выводов. Опять же, застрю внимание. Блин, ну, я еще не дорос до этой книги. Ее надо читать, когда ты уже такой прям сел-сео, у тебя там уже, твоя компания стоит сотни миллионов долларов. Ну, и еще один такой маленький пунктик — это то, что все-таки она делась в то время, когда дедкомы, дедкомы, любой бизнес, любой стартап — это все, это пушка. То есть сейчас несколько всего иначе. Я не скажу, что сложнее, но просто иначе, по-другому. Но опять же, вот я этим выводом научился, поделился с тобой, надеюсь, это оценил. Вот. И напиши свой комментарий в YouTube-чике. Кнопку оставил. Понравился ли тебе вот эти выводы? Я для тебя готовлю кое-что интересное. Говорю как джинза, но тебя это ждет. Вот. В июне, обещаю, бью в грудь. Подожди. Слышно было? Что я тебя прям удивлю. Удивлю. Вот. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.